Всем привет! С вами Дарья Миронова и сейчас я бы хотела сделать обзор пони из blind bag 13 волны. Эта волна вышла летом, но я ее приобрела только сейчас. 13 волна посвящена семейству Applejack, поэтому у нас на упаковке изображено большое яблоко, ферма и несколько членов семьи Apple. Это Apple Split или Apple Bottom, Candy Apples, Apple Bumpkin и Applejack, которые кстати не входят в эту волну. Также эта волна относится к коллекции Friendship is Magic Collection и здесь у нас логотип My Little Pony. Как и в предыдущей волне пакетик у нас полупрозрачный, только здесь немножко уменьшили окошечко. Но в принципе если чуть-чуть подвинуть пони наверх, можно увидеть, что внутри. Я уже пакетики открыла, поэтому давайте посмотрим, что же мне попалось. Внутри у нас была бумажка, пони и карточка. Эту поняшу зовут Sprinkle Strike. She loves sweet treats, она любит сладкие угощения. Ну о чем собственно и говорит у Кьюти Марка в виде кексика. На карточке пони и Кьюти Марка, внутри яблочко. На обратной стороне карточки у нас изображены все пони, которые входят в эту волну. Они все прозрачные, за исключением членов семьи Apple. Sprinkle Strike ни разу не появлялась в мультфильме. Ее можно было встретить только в третьей волне. Собственно перезапуском которой и является тринадцатая волна. И также она появлялась в игре Marital Pony от Game Loft. Она у нас сделана на молде Apple Jack. Она земная пони с голубыми глазками и розового цвета. Мне нравится в тринадцатой волне то, что блестки они не снаружи, а внутри. То есть они не отлетают. Они как находятся внутри, так и находятся. Вообще такой же принцип уже использовался в игрушках от компании Confitrade. Ну правда здесь блесток было чуть-чуть поменьше, но принцип один и тот же. Блестки спрятаны внутри. Что же, давайте откроем следующий пакетик. Следующая пони уже из яблочного семейства. Ее зовут Apple Bumpkin. She is so loyal. Она такая верная. Ее кьюти марка это три яблока в карамели. Она земная пони. Сделана по молду Pinkie Pie. Это поняша светло-желтого цвета с карими глазками. И розово-малиновой гривой и хвостиком. Покраска в принципе хорошая. Ну только вот здесь вот на ножке лишний слой краски. Но это ничего страшного. У вас может быть такого и не быть. Если вы купили эту пони. Потому что это не у всех бывает. Кстати, я должна сказать, что она очень похожа на Ribbonheart из второй волны. По крайней мере цветом тела и гривы. Тут просто как две близняшки. Советую всем покупать эту волну. Потому что очень хорошего качества пони. Хорошие покраски. И вообще они очень красивые. Особенно прозрачные пони. Если их поставить на свет, они будут выглядеть просто потрясающе. Ну что ж, надеюсь, что вам понравился мой обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. С вами была Дарья Миронова. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok